Продолжение следует... Нет, руки-ноги у них были целы, но они назывались калеками. Только в 136 году до нашей эры римский военачальник завоевал эту местность и назвал Порто-Кали, что означает город калеков. Отсюда и пошло название далее всей страны Португалия. Так что город Порто это не просто второй город Португалии, но и начало-начал этой страны. Руа-да-Сальдес. То или правильнее Руа-да-Шалдеш. Это если по-португальски. Обратите внимание, какие здесь узкие улочки. Вот они настолько старые. Ничего не поменялось и это здорово. Посмотрите, та же плитка, известная в Португалии, она встречается здесь повсеместно. Как была выполнена в старину, так она и осталась. Конечно, тут немножко переплетается с современностью, но очень мало, крайне мало. Ну, разве что вот эти вот только почтовые ящики. И, впрочем, все. Ну, согласитесь, как красиво. Друзья, ну, прежде чем продолжить, я бы хотел вам напомнить, зачем я все это делаю. То есть, помимо антитопора, я еще снимаю армянский след. Потому что, как я считаю, без прошлого нет будущего. И наше поколение должно знать, насколько велик наш народ, насколько разные, но, тем не менее, величайшие плоды они оставили по всему земному шару. Если мы каждый день будем говорить и обучать этих наших соседей грамоте, ну, и самим учиться, конечно, ну, это как-то не совсем хорошо. Ведь, честно говоря, и среди нашей молодежи, и не только молодежи, но и взрослого поколения, немало людей, которые плохо знают свою историю, вообще плохо знают историю армянства. Вот поэтому, параллельно с антитопором, я и провожу все эти армянские следы по всему земному шару. Чтобы все эти наши крупицы собрать. И, как я сказал, конечно же, выйдет книга, первый том скоро выйдет, записки странствующего армянина, то есть меня, и туда войдут первые 35 стран. Это только первый том. Будут еще и второй том, и третий том, ну и так далее. Дай бог мне здоровья, как говорится. Так что вот для этого я все это делаю. Езжу по странам, снимаю армянские следы, рассказываю об истории армянских колоний в разных странах, в разных городах мира. И, как мне кажется, Порту тоже заслуживает своего внимания. Поэтому поехали дальше. Чтобы вы понимали, Порту настолько стар, что его реставрируют, а он сыпется. Его реставрируют, он снова сыпется. И так каждый раз. Но главное, что реставрируют. И главное, что никаких наводилов. Есть, но они все не в историческом, не в исторической части города. Итак, эту красоту сначала наследуют вестготы. Затем им на смену пришли мавры. И только с 11 века, когда уже изгнали мавров, и в Португалии здесь случилась такая, так называемая, реконкиста, в это время уже можно считать порту, это укрепление, независимым королевством. В 1387 году здесь произошло знаковое событие. Бракосочетание короля Португалии Жоана I с Филиппой Ланкастерской, из рода Ланкастеров. Это событие стало основой для Виндзорского договора, а Порту и Португальское королевство стало здорово развиваться экономически. Португалия стала привлекательна и для внешней торговли. Именно поэтому сюда стали прибывать еврейские и армянские купцы. Хотя по Фернану Броделю, из его книги, если исходить, из главы армяне и евреи, пути этих двух народностей никогда не пересекались, торговые пути. Они четко знали свои границы, европейские и азиатские. Но город Португал стал наверняка единственным европейским городом, где пересеклись и еврейские интересы, и армянские интересы. Впрочем, почему их пути пересеклись, понятное дело. В 1453 году пал Константинополь. Оттуда и стали выезжать как армянские, так и еврейские купцы. У армян был здесь свой квартал. Здесь у них находились и торговые лавки. Впрочем, я думаю, мало чего изменилось с тех пор. Даже название улицы Руа-Армения. Вот она и сейчас также называется эта улица Руа-Армения. Это в Порту в историческом квартале. Кстати говоря, да, здесь не только... Вот смотрите, какие трамвайчики интересные, как в Лиссабоне. Также здесь не только улица Руа-Армения. Буквально здесь за углом, сейчас пройдемся, я вам покажу, есть и другая улица, где тоже жили армяне. Правда, скорее всего, эти уже были не из Константинополя, а из конкретного места. Глаз радуется еще и потому, что вот эти вот названия Руа-Армения, ну и Руа-Другие какие-то, скажем, названия улиц, они на фоне вот этих вот типичных для Португалии узоров. Очень красиво смотрятся. Ну и, естественно, эти улочки. Вот я сейчас иду буквально по историческому армянскому кварталу. Армян уже здесь, конечно, давно нет. Я вам расскажу тоже, почему их нет. Тут все не просто так. Правда, в отличие от евреев, армяне прибыли сюда, согласно своим традициям, не с пустыми руками. Они сами спаслись, но и привезли спасенные ими же мощи святого Пантелеймона. Из Константинополя они оказались здесь, в Порту. И послужили добрым делом во времена чумы. Ветхие домики Руа-Армения. Такие вот они старые. Санта-Рита. Видимо, покровительница квартала Святая Рита. Привет всем Ритам. Мастерские. Мне почему-то вспомнился фильм «Бриллиантовая рука». Если бы советским кинематографистам можно было выезжать за рубеж, то я думаю, они бы сценарий с побегом придумали бы не в Баку, а именно здесь, на Руа-Армении, в Порту. Потому что, ну, самая удачная такая улица была бы. Лабиринтовая. Вот посмотрите, какие улочки. Туда ведет еще одна наверх улочка. Туда прямо еще улочка. Какие симпатичные улицы. Вон, с куколками. Это мы все еще идем по Армянской улице, по старому Армянскому кварталу. Представляете, какие узенькие. Окно к окну. Здесь жили армяне в средние века. И не только здесь. Еще и там, куда мы сейчас дальше придем. Вот здесь вот, как я понимаю, заканчивается уже Армянская улица. Вот она. И все. Ну, Мирогая, это понятно. Район Мирогая, он тоже старинный. Именно сюда и прибыли армянские купцы. Вот, посмотрите, еще одна интересная улица. И вот храм, где некоторое время проводились богослужения по святому этого города Пантелеимону. Вот он такой старый красивый храм. Опять же, в стиле португальской мозаики. Азулежа, по-моему, если я не ошибаюсь. Я дошел до второй улицы, где проживали армяне в этом, в Мирогае, в этом армянском квартале. То есть у нас, получается, вот откуда идет этот человек. Значит, у меня за спиной Руа-Армения улица. Между Руа-Арменией и улица, значит, Руа-Анкира. То есть в этом, получается, переулке, в этой узкой улочке оселились, значит, армяне из Анкары, Анкира. То есть сейчас, в принципе, турки тоже называют этот город, свою столицу Анкара. Да, это по-русски мы говорим. Значит, Анкарой ее называем. А вот, скажем, по-португальски столица Турции Анкера. Так вот, здесь, на этой улице Армения и Анкера проживали армянские купцы со своими семьями. И в качестве связующей между этими улицами вот эта вот красивая церковь, значит, Петра, где и хранились одно время мощи святого Пантелеймона. Пройдемся еще немного по улице Анкера. Ну, она, я думаю, ничем не отличается от той, что называется Армения. Может, даже еще короче. Да, она даже еще короче получилась. Да, вот, Руа до Анкера. Здесь она как раз-таки и заканчивается в этом квартале. Да, и там уже, вот я смотрю, совершенно другая улица. Армения оказалась побольше, чем Анкера. Вот чем хороша история и топонимика, как вспомогательная наука для истории, это порой даже проявляет светлое происходящее без книг и прочих нарративов. Вот смотрите, с одной стороны вот мы видим вот этот залив Дору с Атлантического океана, куда входили, значит, суда купцов из Константинополя. С этой стороны вот мы видим, да, начало этого самого армянского квартала, то есть там, где они поселились. Это Руа Армения, Руа до Анкира, ну и прочее. И здесь вот далее мы видим, смотрите. Руа до Коммерсио до Порту. Тоже, видимо, старая улица. Вот она какая длинная, высокая. Она поднимается туда вверх. То есть показывает и указывает на то, что здесь, во всяком случае, в этой точке все было связано с коммерцией, с куплей-продажей, с мировой экономикой, так как вот рядом порт и рядом армяне с евреями и тут вот коммерция Руа до Коммерсио до Порту. Вот мы видим, написано на стене табличка. То есть все это сохранилось, здания и прочее, и прочее. И если мы еще заглянем вверх и повернем налево, то связанное с коммерцией, уже современной коммерцией, еще есть кое-чего. Вот оно еще одно интересное такое, я бы сказал, любопытное место, тоже связанное с армянами. А в средние века здесь находилось небольшое здание, которое объединяло коммерсантов того периода. Армян, мавров, евреев, ну и прочих. А после того, как их не стало, дом-то этот остался, но уже позже, значительно позже, в 1834 году, было возведено вот это здание, которое нынче называется торговой палатой города Порту. Во всяком случае, оно тут нынче расположено. Как бы здание новое относительно, но функции выполняет все те же, которые задумали в свое время армяне. За комментариями я обращусь к отцу Александру. Он настоятель русской православной церкви в городе Порту и, думаю, прольет свет на эти вопросы. Отец Александр, как мощи святого Пантелеймона оказались здесь в Порту? Насколько я знаю, они прибыли сюда с армянскими купцами. Да, эта история действительно была. Это история 15 века. Армянские купцы, спасаясь от турок, после падения Константинополя, вероятно, из города Анкера, или Анкара, современное его название, прибыли в Порту морским путем, прибыли в ту часть города, которая называется Мирогай, такой район, это такой портовой район, место рядом с рекой, Дуру, ну, а, собственно, Дуру в Порт впадает в океан. То есть это очень близко от океана, от океанских путей морских. И прибыли с мощами великомученика Пантелеймона. А так они знали, что это его мощи, да? Да, да, да. Они знали, что это его мощи, и история про эти мощи хранится в Порту, в разных формах. Ну, например, ну, есть документы, да, 15 век, да, 15 век, есть документы, которые говорят о том, что было торжественное перенесение мощи Пантелеймона. Церкви Мирогалина, церкви Сан-Петра Мирогалина, церковь не сохранилась до нашего времени. На ее месте новая церковь, ну, где-то в веке 18-го, даже воронежная церковь. Та средневековая и сохранилась. Это вот это с Азулей же, наверное, то, что я показывал. Более поздняя церковь. А в 15 веке была церковь, там, средневековая, на этом месте. Также называлась Святого Петра церковь, Мирогай. И в 15 веке у нас есть документы, которые говорят о том, что мощи Пантелеймона из этой церкви, вот они рядом с морем, прибыли, они потом торжественно были перенесены из торжественной процессии в Кафедральный собор. Это не так далеко. Собор на том же месте стоит, пару километров, на самом деле, маленький, средневековый. Это все очень близко. Это в пределах городских стен, потому что в порту до сих пор сохранилась крепостная стена, кусочек этой стены 14 века до сих пор существует. Вот. И торжественно мощи были перенесены в Кафедральный собор. В Кафедральном соборе существует целый алтарь, который ему посвящен с иконой, с культурой святого Пантелеймона и с мощами, которые там хранятся в самом алтаре. Но в средние века тогда же была сделана арка для хранения этих мощей. Остались ее рисунки, изображения. Самой арке не... Это ковчег, да? Соколей для мощей. И у нас есть документы, которые говорят об этом торжественном перенесении мощей в Федеральный собор. Почему это случилось? Почему его перенесли из маленькой церкви в главный собор города? И он там много лет хранился. Много лет хранились на эти мощи. Потому что тогда же, в 15 веке в Западной Европе, в Португалии, в Порту сверебствовала чума, которая не дошла до Мирогаи. То есть она остановилась. То есть она до Порту дошла, до Мирогаи не там, где и мощи были. Мирогаи не дошла. И местные жители связали, поскольку они молились Пантелеймона, они связали это чудо именно с его помощью. Ассоциировали с его чудесным заступлением. Тем более, что, как известно, Пантелеймон был врачом жизни своей до смерти. Он был врачом. И поэтому мы ему молимся, когда молим, например. Есть какие-то цветы, к которым мы прибегаем в тех или иных случаях. Святая Матрона, например. Такая традиция. А тем более, в то время, наверное, Мирогаи это был самый центр города. Учитывая, что это сейчас исторический центр, то тогда это был целый город. И решили, раз такой святой, давайте мы конечно будем всем городом его почитать. Чтобы почитать всем городом, нужно перенести его в Кафедральный собор. И это случилось, именно это произошло. И может, что мы действительно хранились, но в XIX веке, что случилось. Сначала было наполеоновское нашествие, а потом, сразу после этого, здесь были гражданские войны. Святые, которые жили до XI века, до XIX века церковь была единая. Это и восточная, и западная. Это православная, католическая. Это была одна церковь. Например, мы здесь почитаем святых, которые жили здесь, на западе, святого Мартина, брак святого фруктуоза, например, даже есть иконочка этих святых, которые жили здесь, на территории современной Португалии в V-VI-VI веках. Другое дело, что еще до середины века XX в порту было много мужчин, которые носили имя Пантелиалу по-потурганскому. То есть, это было очень популярное имя, связанное только с почитанием святого там, и святого здесь, в порту, Патеримон. И Патеримон был официально покровителем, вот официально, с 15 века, с тех пор, как перенесли мощь собор. Патеримон официально... после того, как он излечил народ Порту от чумы, скажем так. Официально был покровителем Порту до середины XX века. То есть, это вот в церковных документах это есть. это были армяне... Ну, получается тогда что? Получается, что особо-то католики не были знакомы с этим святым. Это был больше православный святой, да? Армяне познакомили с этим святым и благодаря им людей, которые привезли сюда эти мощи, Порту чума обошла город Порту. Ну и где все эти армяне справедливо спросите вы? Да, в Португалии сейчас живут армяне, но их немного. в общем численность где-то около 200 человек всего лишь. Это по всей стране вместе взяты и в Левсабоне и в Порту и в Праге и в Эворе и других городах. Суммарное такое число. Но это не потомки тех исторических армян Руа до Армения или Руа до Анкера. Нет, это новоприбывшие армяне из Латинской Америки, в частности из Бразилии и постсоветского пространства. А вот что касается тех армян, о которых было наше сегодняшнее повествование, те здесь прожили недолго, около 40 лет. Дело в том, что король португальский Мануэл Первый оказался далеко негостеприимным и более того человеком неблагодарным. он подписал указ в 1496 году, указ от 5 декабря 1496 года, об изгнании евреев и мусульман из Порту, и вообще из Португалии. Ну, спросите вы, а при чем тут армяне? Дело тут было вот в чем. Не в евреях и конкретно мусульманах, а в том, что эти люди не католического происхождения. Ну, и армяне тоже, хоть и христиане, но они тоже не католического происхождения. Поэтому им был дан выбор и евреям, и мусульманам, и армянам. Тем более, это люди были зажиточные, богатые. Либо они принимают католичество, либо они покидают Португалию. Известно, что евреи часть приняла католичество, часть убили, часть все-таки покинула Португалию. Кстати, Барук Спиноза тоже один из потомков тех самых евреев. А вот что касается армян, непонятно, приняли ли они католичество и остались, либо они всем составом, всем своим кварталом покинули Порту и вообще Португальское королевство. Вот непонятно, что с ними стало. Может быть, вот в этих португальцах течет армянская кровь. А может быть, те армяне все-таки остались такими вот патриотами, что остались армянами, остались верны своей вере, просто покинули Португальское королевство, оставили здесь мощи, которые спасли португальцев, кстати говоря. Что бы они делали без армян, иначе бы их чума схватила, как говорится. Но, тем не менее, на какой вопрос я вам не могу ответить. Что стало с армянами этого квартала города Порту? На сегодня все. Если вам понравилась моя экспедиция в Португалию, ставьте лайки, смотрите другие выпуски антитопора, в том числе армянского следа. Всего хорошего, до свидания, подписывайтесь на канал Антитопор. Здесь много всего интересного, и не только по вопросам армянской историографии и армяноведения, но и вообще истории мировой. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok